На прошлой лекции мы с вами говорили о том, как правильно читать. Разобрали разные подходы к чтению. Теперь поговорим с вами об эффективности прослушивания лекций и навыке введения конспекта. Лекции по-прежнему играют ведущую роль в процессе обучения в учебном заведении. Давайте посмотрим, в каких случаях их важность особенно ощущается. Во-первых, лекции нужны тогда, когда важно творческое эмоциональное взаимодействие преподавателя со студентами. При этом формируются взгляды и убеждения студентов. Во-вторых, лекции все еще актуальны в том случае, если новый материал пока что не нашел воплощения в учебниках или изложен в устаревшей трактовке. В-третьих, некоторые темы курса вызывают большие трудности во время самостоятельного изучения студентами по учебникам. Или же материал изложен противоречиво. В таких случаях именно на лекции преподаватель может объяснить материал учебного курса и разъяснить противоречивые моменты. В-четвертых, именно благодаря лекциям можно донести определенный объем знаний до большой аудитории достаточно экономным и быстрым способом. Поэтому неудивительно, что нам за время обучения придется прослушать большое количество лекций. Наша задача во время лекции – научиться слушать, понимать, перерабатывать и кратко записывать информацию. Предлагаем вам ознакомиться с простыми, но необходимыми советами по конспектированию. Во-первых, не начинайте конспектировать с первого слова. Дождитесь, пока лектор закончит изложение мысли и приступит к ее комментированию. Иначе ваше конспектирование будет чисто механическим. Поймите мысль преподавателя и уже после этого постарайтесь ее записать. Также важно учитывать еще один момент. Записывайте только суть мысли. При этом можно перефразировать или даже объединить несколько предложений в одно. Не пытайтесь зафиксировать материал дословно. Конспектируя механически и дословно, вы можете упустить главную мысль преподавателя. Отвергайте второстепенные слова, из-за которых теряется определяющий тезис. Однако, определение понятий, формулировки законов, теоретические принципы лучше зафиксировать дословно. И третий совет. Необходимо правильно графически располагать и оформлять конспекты. Что здесь имеется в виду? Выделяйте отдельные части. Обозначайте абзацы, заголовки, подзаголовки, выводы. Выделять можно различным размером шрифта, подчеркиванием, другим цветом. Формулы, определения, правила, цитаты можно брать в рамку. Конечно, при этом важно чувство меры, чтобы не пересердствовать. Есть еще один схожий совет, который очень вам поможет. При конспектировании используйте условные обозначения. Для схожих по значению слов можно придумать одинаковые обозначения. Например, вместо написания слов сумма, совокупность, количество, все, множество, можно использовать греческий символ сигма. Не забывайте также об аббревиатуре. Аббревиатура, как вы знаете, это сокращенные слова или фразы. Например, поскриптум это послесловие, а нота бена обозначает обратить внимание. Вы можете придумывать свои варианты, разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех своих записях одинаковые слова. Например, в слове «производство» можно написать только первые и последние несколько букв и таким образом сократить слово. Старайтесь избегать сложных и длинных предложений. Лучший знак препинания – это точка. Если во время лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте их на полях и уточните у преподавателя или в словаре. Не забывайте также о гугле и википедии. Итак, мы с вами поговорили об эффективности прослушивания лекций и кратко перечислили советы, которые помогут вам конспектировать услышанный во время лекции материал. Чтобы конспекты эти были вам потом полезны и чтобы при этом и во время лекции вы успели слушать и понимать то, о чем говорит преподаватель. Продолжение следует...